Почему масштаб разрушений такой глобальный и почему миллионный город не готов к природным ЧП? Вы знаете, действительно, трудно сейчас говорить о том, что все у нас полностью получилось, да, но вместе с тем хочу сказать, что, значит, вот субботы на воскресенье, как дождь, и даже вот я прямо скажу, слышал, окна были открыты, дождь пошел сплошняком, и все думал, когда он остановится, и действительно, оказывается, это очень проливной дождь был, сильный дождь, и как гидромедцентр сегодня на штабе углового города сказал, 166 миллиметров, значит, осадков выпало вместо той нормы, которая 68-месячной, в более двух раз больше, да, соответственно, конечно, значит, та техника, которая у нас есть сегодня в наличии, 16, как уже прозвучало откачивающие техники, плюс помпы, да, этого недостаточно, но вместе с тем, как раз и был для этого уже в 10 утра создан штаб глава города на базе именно администрации железнодорожного района, почему в администрации железнодорожного района, потому что там больше у нас пострадавших жителей, уже на сегодняшний день порядка 37 домов у нас, да, и 5 домов центральный район, естественно, мы привлекли, и спасибо всем ресурсоснабжающим организациям, Краском, теплотранспортная компания, МЧС, сотрудникам ГИБДД, как раз о том, что они помогли нам организоваться и на самые существенные места выехать. Нет, это понятно, вы знаете, вот эти цифры, мы тоже их озвучили, мы знаем, мы на штабах были и вчера, и сегодня, и постоянно рассказываем именно вот эти все данные, называемые, но все-таки вы перечисляете все то, что оно вот как бы есть, но почему же не справились? Получается, что ресурсов не хватает? Я уже еще раз повторюсь, вы совершенно... Почему 16 машин, может быть, надо больше, или... Вы совершенно правы, значит, город у нас растет, развивается, и, конечно, и количество уличной дорожной сети увеличилось практически за последние 5 лет на 3,5 миллиона квадратных метров, да, и поэтому, конечно, нужны большие техники, и тем более сейчас 14 единиц техники мы практически закупили, и сейчас, я думаю, что ситуация улучшится. А что значит практически закупили? Ну, проведены конкурсы, сейчас оформляется, оформляется эта техника, становится на баланс. А когда она все придет? Мы думаем, что в течение 15 дней она появится на улице города. То есть вы как-то, в общем-то, готовились к осени, да? Просто ливень был раньше, чем пришла техника. Конечно, конечно. Ну, а то, что действительно на сегодняшний день это большие выпали осадки, это мы видим реально, и сложно что-то этому противопоставить. Раз уж вы сами заговорили первым делом про технику, вот в 2013 году один наш наблюдательный очень коллега отметил, в 2013 году тоже после ливня воду откачивали 100 единиц техники, а сейчас 30 по всему городу, насобирали плюс к 16, а куда делась вся остальная? Давайте все-таки посмотрим по этим цифрам, какая техника использовалась. Может, откачивала все-таки не 100, а убирала, то есть еще последствия. У нас тоже сейчас на улицах города в целом работает больше 100 единиц техники, с учетом также и откачивающей единицы техники. У нас же работает техника и та, которая подметает, которая собирает мусор, который сели, которые сошли у нас по улице Брянской, по другим местам. То есть это в совокупности, а вот именно специализированной откачки у нас больше техники не могло быть. А в плане того, что в общей массе техники, которая привлекается, я уже говорю о том, что она больше 100 единиц у нас привлекается. Вот вы знаете, наш телефон редакционный начал разорваться в 7 утра. В 8 утра госавтоинспекция начала уже перекрывать улицы. Я думаю, что к этому времени 005 уже просто красный и, как это сказать, раскаленный был телефон. А вы говорите, что штаб создали в 10. Но вот губернатор в своем интервью журналистам тоже сказал, что поздновато. Почему так поздно? Вы ведь уже засыпали под шум дождя. Значит, могли понимать, что все, дело пахнет керосином. Вы же опытные уже борецы. Мы очень оперативно отработали. Службы уже поднялись где-то около 6 утра. Значит, естественно, максимально были мобилизованы силы, те, которые у нас в наличии есть. И, соответственно, приступили сразу по всем работам, которые необходимы. В первую очередь мы направлены были на те места, и это правильно. Я попрошу еще раз вот это акцентировать, о том, что наиболее пострадавшие районы. То есть основные точки это железнодорожный район, улица Куйбышева, значит, и центральный район. Поэтому, конечно, самое главное, нам нужно было спасти людей. Я попрошу акцентировать внимание. Самая главная задача в стихии это спасти граждан. Вот если вот так. Второй вопрос это касается уже, значит, откачки воды и всего прочего. И поэтому основное усилие было туда направлено. Хорошо. Была стихия. Ущерб городскому имуществу как-то хотя бы примерно уже оценен? Хотя бы, ну, там, дороги, здания, муниципальные здания какие-то памятники? На сегодняшний день проводится ревизия. Еще раз акцентирую внимание, что основная задача главой города была поставлена. Это, конечно, спасение жизни людей. Когда в 8 утра мы были с главой города на месте в районе, значит, железнодорожной пути Куйбышева, ниже улица Невская-2, откуда эвакуировали как раз, значит, двух человек. И, конечно, мы увидели, какое положение дел, спасибо спасателям, значит, проходили по всем домам, как раз смотрели о том, что, не дай бог, кто-то окажется в этих домах. Конечно, это основное, и туда были основные силы направлены, это основное. И, конечно, сейчас поступает заявление о управлении социальной защиты районов, чтобы тот ущерб, в первую очередь, который материальный, значит, был нанесен жителям, раз. А второе, мы сейчас уже ревизируем то, что в целом, какой ущерб нанесен дорогам, различному имуществу городскому, и также у нас есть вопросы по многоквартирным домам. Ущерб не подсчитан, я правильно понимаю? Пока нет такой. Приблизительный. Знаете, журналистов называют дилетантами широкого профиля, и, может быть, сейчас мой вопрос прозвучит по-дилетантски, но с точки зрения горожанина. Вот смотрите, ливни у нас такие с последствиями бывают в Красноярске ежегодно. Я не так давно живу в Красноярске, но верю своим коллегам. И каждый раз приходится восстанавливать дороги, каждый раз приходится там, ну, может быть, не вводить режим ЧС, но там компенсировать людям что-то, да, вот сейчас режим ЧС ввели. А может быть, если сложить вот этот весь ущерб, так может ливневку на эти деньги можно построить сколько-нибудь сотен километров? Вопрос правильный. Нужно все делать, значит, параллельно. То есть нужно и строить ливневки, у нас более 180 километров, но этого не хватает. И последние, значит, буквально три года при строительстве, допустим, проспект Свободный, значит, полностью строительство ливневки было. У нас Дубровинского ливневка строилась. Затем у нас вот сейчас проспект Мира делается, да, то есть, кстати, тоже, наверное, в сетях выкладывали. И эти построенные справились? А эти построенные справились, да. Но есть проблемные места, которые инженерная инфраструктура, она все-таки, значит, пофинансово затратная. И вот мы сейчас, допустим, планируем, как раз вот получается, у нас проблемы места, это Железнодорожников 17, как раз вот если идет проспект Свободный, ниже улица Северная, нам необходимо дальше продолжать на Железнодорожников 17. Эти места мы видим, знаем и поэтапно. Симофорная под Мичулинский мосток. Симофорная, совершенно верно. Совершенно верно что? Там будет ливневку? Совершенно верно, что нужно строить ливневку, да. А будет построена там ливневка? Значит, мы сейчас, как раз, значит, проводим ревизию с районов, собираем все данные, которые у нас. 47 у нас участков таких опасных возникло, значит, в ходе вот этого ливня. Некоторые не повторились, да. И, соответственно, мы готовим... Некоторые повторились. Некоторые повторились. Необходимо построить на следующий год и оперативно сейчас решить вопрос. А какой сумме идет речь? Ну, хотя бы, пример... Предварительно, что касается устранения и оказания помощи гражданам, это в пределах всего, вот именно в период ЧАЭС, 10-15 миллионов рублей. Что касается, значит, на следующий год выделения средств, чтобы устранить вот те места, где особо у нас опасные, когда у нас такие заторовые вопросы возникают по линии канализации в пределах, значит, 70-100 миллионов рублей. 70-100 миллионов. Режим ЧАЭС во сколько обходится городу? Вот сейчас. В те же 70-100 миллионов? Компенсации? Вот я сказал, что касается, вот на сегодняшний день, сегодня мы тоже проезжали, основные проблемные места, это юбилейная 6, да, в Николаевке, значит, Брянская, это Котельниково. Вот на эти локальные, быстро, что нужно, чтобы уличная дорожная сеть заработала и чтобы люди не пострадали, в пределах 10-15 миллионов рублей. Режим ЧАЭС, он в эту же сумму? Позволяет это. Вот это позволяет, да, в эту сумму войти, да. То есть, по сути дела, можно было эти деньги потратить, и сейчас бы не пришлось тратить их в режиме ЧАЭС на выплаты и компенсации? Значит, нужно, у нас много, я уже говорю, что инженерных сетей, которые, значит, десятилетиями на сегодняшний день уже имеется износ, и, конечно, сразу средств мы таких не найдем, но, по крайней мере, на сегодняшний день уже четко обозначены те места, на которые необходимо срочно решать. И с помощью ЧАЭС ряд вопросов будет снят. Будет снят. Хорошо. Вот знаете, кто виноват, есть такой у нас все время вопрос в России, мы на него стараемся ответить. Все-таки, вот, за то, что случилось в воскресенье, кто в городе, кто в ответе? Только стихия? Или все-таки недоработали, где-то чего-то недоделали, неправильно решили? Или? Вы знаете, вопрос это вечный, да, кто виноват и кто должен за это отвечать. Я думаю, что, значит, период именно чрезвычайной ситуации, который сегодня произошел, да, произошла чрезвычайная ситуация и в городе объявлена, на самом деле видно, да, все те вопросы, которые требуют решать немедленно, немедленно. И, конечно, значит, здесь мы разбираемся, опять же, значит, насколько у нас эффективно работает откачивающая техника, да, схватает или нет, как вы говорите, да. Значит, мы общаемся взаимодействующими органами, здесь еще раз говорю, при всем при том, мы, как говорим, есть и хорошо, есть и плохо. Еще раз говорю, хотел поблагодарить те ресурсоснабжающие организации, которые благодаря им тоже самое и ГИБДД ситуацию пришлось держать на контроле. У нас люди все-таки не пострадали, это главное, это главное. Затем понятно, что вопросы по имуществу и так далее. Поэтому после режима КЧС будет проводена проверка, естественно, если кто требует или заслуживает наказания, будет наказан. Но люди в основном, говорю, несмотря ни с личным временем, значит, все службы, которые отвечающие за жизнедеятельность, работали полностью, да. Полностью. Игорь Петрович, пожалуйста. Ну и природа-то у нас все-таки, вот давайте так, по стране-то где уже сколько ливней прошло, нас как-то на стороной обходило. Поэтому мы должны к этому быть готовыми. И не обошла. У вас что-то пострадало от дождя? Лично у меня нет. Нет, вам повезло. Другой вопрос, такой на будущее перспективный. Как считаете, через сколько лет в Красноярске удастся все-таки переживать такие ливни без потерь для города? Сколько нужно лет? Десять, двадцать? Давайте вот вы вопрос прямой говорите, да. Значит, ну, еще раз говорю, что погода меняется. Такого, таких осадков не было, да. Но вместе с тем, чтобы, по крайней мере, город был готов к такой непогоде, ну, думаю, что года три нужно. Года три. Это очень оптимистично у вас. Спасибо вам за... По крайней мере, такие надежды есть.